Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я бы сказал, что даже людьми назвать сложно. Вот недавно я тут прочитал, а потом посмотрел видеоролик, видеозапись речевки одного из этих бандюганов. Это некий Вячеслав Катай, уроженец города Славянска, который заявил о том, что он готов снести свой родной город Славянск, если его земляки не захотят возвращаться в ДНР. Вы представляете, до какого предела, до какого уровня низости готовы дойти эти уроды в своем человеконенавистничестве? То есть ради своих каких-то мелкожульнических интересов они готовы уничтожить даже родной город. Вот вы только послушайте, что говорит этот тип. Просто люди боятся, что мы пришли. Говорят, если вы не придете, это явно будет стрельба. Мы уже вроде как-то мирно живем. Мы не хотим, короче, этого. Они не хотят, короче, кинези того года. Я говорю, ребят, ну а кто вас не спрашивает на самом деле? Вы хотите, не хотите? И если мы вспомним, то ведь именно Славянска все и начиналось в 2014 году на Донбассе. Именно туда первыми и проникли эти российские бандюганы, начались стрелковым и прочей нечистью. И глубоко символично то, что именно Славянска их первыми и выкурили. И с тех пор, слава Богу, народ там живет нормально, живет нормально, не знает никаких обстрелов. Точно так же, как в Мариуполе, в Краматорске, в Бахмуте, в станице Луганской, в многих других городах, которые сегодня находятся на подконтрольной Украине территории, где никакой войны нет и не было. Конечно же, жители Славянска не хотят возвращаться в это, грубо говоря, говно. Они уже достаточно хлебнули так называемого русского мира, чтобы повторять эти ошибки еще раз. И таким, как этот Катаев, конечно, они готовы дать по мордам. Я ведь однажды уже говорил о том, что, вспоминая Путина, о том, что, помните, как он сказал, что русский мир заканчивается там, где заканчивается русский язык. Так вот, перефразируя эту сентенцию российского президента, я вот на примере Донбасса могу сказать, что русский мир, русский мир, вот в том понимании, в каком они его трактуют, он заканчивается не там, где заканчивается русский язык, он заканчивается там, где ему вовремя дадут по морде. Все, собственно, и произошло на Донбассе, и люди явно не хотят возвращения этих ужасов. 12 апреля под предводительством нашей Нелли Штепы захватили город дел. Обыкновенные бандиты, наркоманы, пьянь, ну и, конечно, были специалисты, потому что без них это невозможно было сделать. Мы думали, мы смотрели телевизоры, думали, что все это закончится очень быстро, что такое продолжаться не может. Началом оккупации Славянска пророссийскими боевиками считают 12 апреля 2014-го. Тогда здание городской милиции захватили вооруженные люди. Во время штурма боевики использовали дымовые шашки и слезоточивый газ. Местные с трудом понимали, что происходит. Людей грабили, избивали, а тех, кто резко выражался в сторону боевиков и отстаивал интересы Украины, закрывали в подвалах и пытали. Потом еще несколько раз приходили, и все время им что-то было нужно. То машина моя понадобилась, но оказалось, что не такая. У меня, к сожалению, Запорожец, Таврия. Они грабили в основном элитные машины. Вальвом, Митсубиси, Форды, Мерседесы. На следующий же день после захвата города боевиками украинские власти приняли решение о начале антитеррористической операции. Украинская нацгвардия начала осаду города. В ночь на 5 июля пророссийские боевики покинули город. На такой шаг захватчики пошли, чтобы сохранить свои силы перед наступлением нацгвардии. Их колонна направилась в сторону Донецка и заняла областной центр. Мы встаем, пошла на базар. Смотрю, никого нет. Около базара там СТБ, где идут с мешками со всеми. Говорю, что случилось? Говорят, все, мы свободны. Да ну что я видел? Так уезжали бандюки. Машины побросали. Ночью. Они уезжали всю ночь. Правда, готовились к этому. Заранее вывозили жен, матерей. Транспорт забрали, автобусы местные. Сегодня, два года спустя, город празднует освобождение и прекращение боевых действий. Говорят, это настоящее счастье – жить в мирном городе. Светлый, радостный для нас для всех день. Второй год мы встречаем День освобождения Славянска, вторая годовщина. И мы, конечно, очень завидуем этим людям, которые живут здесь, на этой территории, в этом городе, которые имеют счастье ходить, не боясь по улицам, учить детей в школах, водить детей в детские сады, работать. Для меня 9 мая – это уже не праздник. Для меня праздник – это 5 июля. Все мы помним то, что пришлось пережить за эти неполные три месяца. И я уверен, что те люди, которые в Славянске были в то время, никогда не допустят того, чтобы здесь возобновились военные действия. Просто люди боятся, чтобы мы пришли. Говорят, если вы не придете, это явно будет стрельба. А мы уже вроде как тут мирно живем. Мы не хотим, короче, этого. Они не хотят, короче, кинезонного. Я говорю, ребят, ну кто вас не спрашивает на самом деле, вы хотите, не хотите. Вот вы хорошо слышали все, что сказал, который, ну, перефразируя более понятным языком, можно сказать так, что Ага, вы не хотите возвращения в ЛНР, ДНР, не хотите возвращения к нам. Значит, мы вас разбомбим, снесем с лица земли этот ваш Славянск, Славянский, построим новый Славянск, Русскомирский. Вот только, ну, не сказал, правда, куда он денет нынешних жителей Славянска, которые действительно не хотят возвращения всей этой мерзости в свой город, которую они уже пережили, пережили 7 лет назад. Ну, я думаю, об этом можно только догадываться, какую судьбу предопределять этим людям такие вот мерзавцы. Вот вы вспомните еще раз, что он говорит. Он говорит, что мы в таком случае мы снесем этот город и отстроим еще раз, отстроим заново. Ну, это уже, конечно, Россия-то уже проходила в Чечне, когда город Грозный был фактически стерт с лица земли. Да, его отстроили потом. Но сколько тысяч жизней стоило это? И простит ли чеченский народ Путину и всем этим кремлевским ястребам эту операцию? Давайте вспомним, что мы уже где-то слышали подобные фразы, не только слышали, но и видели. На примере города Грозный, который фактически, ну, россияне увидели его полностью, разбомбили. Он фактически был снесен с лица земли. Его действительно отстраивали заново. Сколько тысяч людей, сколько жизней это стоило. И вот это мудачье, мудачье опять идет на то, что давайте, да, давайте будем бомбить, давайте воевать. Вот можно с такими людьми, как вы думаете, говорить о мире? И вообще о каком-то урегулировании на Донбассе. Кстати, меня всегда коробит, когда вот российские СМИ, да и наши тоже говорят, что Донбасс, Донбасс. Так, как будто весь Донбасс оккупирован. Оккупирована, кстати, меньшая часть Донбасса. Меньшая часть. Да, там есть Донецк и Луганск, но если посчитать по районах, там, по-моему, 12 районов, кажется, всего. Находится на этой подконтрольной, так называемой, ЛНР-ДНР территориях. Большая часть территории Донбасса сегодня, это территория Украины. Люди прекрасно там живут без войны. Поэтому правильно было бы называть, это так, как называем, как называют его в Украине, эту часть территории. Ордло. Отдельные районы Луганской и Донецкой области. Отдельный район. Так что, когда вы говорите Донбасс, Донбасс, то не забывайте об этом.